Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 мая. Святой Исповедник Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижению зрелого возраста он был призван на воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время прудского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину в Малую Азию в селение Прокопий по-турецки Уркюб. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство. Одних уговорами и соблазнами, других более стойких избивали и мучили. Святой Иоанн не престился обещанными земными благами и мужественно переносил жестокости, унижения и побои. Его часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал, «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не сможешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждав больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке стоила, в углу которого была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимние стужи и в летний зной, полуногой и босой он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним в виде его усердия. Праведный Иоанн никогда не сердился на них, напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердие, честь святого, пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну и уважать за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в добре и любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище, под покровом ночи приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он пресчищался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через три с половиной года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре святые мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться несчастливыми благодатными чудесами, известность о которых распространилась в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопии для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его святым молитвам благодатное исцеление. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне и турки, обращаясь с молитвенным прошением к русскому святому. «Раб Божий, не обойди нас своей милостью!» В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Патилиимона, иноками святой Афонской горы, до этого чудесно спасенными угодником Божиим во время опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году начало строительство нового храма, так как храм святого великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обречал. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова